Девушки отдыхают Поднимают настроение и заряжают позитивом Теперь нас не только слышно, но и видно И снова доброе утро, и снова здравствуйте, телезрители, радиослушатели В прямом эфире национальной телерадио компании «Чувашия», будильники шоу, это Максим Попов Анголицына, нас вновь и видно и слышно, друзья, просыпаемся вместе Кто сейчас пьет свой утренний кофе, либо свежий заваренный чай, прям как захотелось Приятного аппетита, друзья Ну и, конечно же, сегодня, 28 марта, будем говорить о многом интересном Может быть, кулинарию каким-то образом тоже затронем Но, в принципе, темы будут все-таки творческие Правильно, Максим, мы и об интересном, и об актуальном расскажем Сегодня будет утренний гость, рубрика «Новый день» Так что оставайтесь с нами, это будильники Всем доброго, бодрого утра Заряжаемся позитивом, поехали Если ты поверишь небесам, ты откроешь сердце, знаешь сам Пусть тебе укажет эта музыка Эту тайну просто разгадать Если ты поверишь, будешь знать Просто посмотри в мои глаза Мой ангел Машет крыльями, ты скажешь Это немыслимо Счет на минуты Нету границ Лети Лети Ты моя музыка Ты не иллюзия Моя 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 Лети Ты моя музыка Самая лучшая Моя Моя Если горизонт тебя уносит вдаль Не забывай меня Не забывай меня Пусть тебя волнует океан Будет непросто, не гаси в душе огня Мой ангел Ты расскажешь мне Как мы вместе будем на земле Нету границ Лети Лети Ты моя музыка Ты не иллюзия Моя Моя Лети Ты Ты моя музыка Самая лучшая Моя 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 И ты, музыка, музыка моя И ты, ты моя музыка, ты иллюзия моя И ты, ты моя музыка, самая лучшая моя Друзья, в продолжение «Будильников» наша постоянная рубрика «Новый день» 28 марта на календаре. И прямо сейчас будем рассказывать и сами удивляться тому, что случилось в мире в те или иные года и даты, приходившиеся на 28 марта. Ну, конечно, по новому стилю, друзья. Вот, например, 220 лет тому назад, 28 марта 1797 года, вслушайтесь в эти цифры, была запатентована первая стиральная машина. Машина. Одна из первых стиральных машин. Как раз-таки с тех пор, как человек стал носить одежду, перед ним стал вопрос о том, как ее стирать. Необходимость стирки белья существовала во все времена. И вот, собственно, в 1797 году это чудо техники явилось миру. Натаниэль Брикс из Нью-Гэмпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой. Ну, а дальше она, конечно, совершенствовалась. Ну, потому что сначала был привод у нее ручной, надо было все это руками, друзья, вращать. То есть принцип такой же, как у современной барабанной машины, но работа, тяга ручная. Даже мулы использовались впоследствии, там, по 12 штук их запрягали и стирали таким образом. Хорошо, что мы живем в современном мире, у нас нормальная стиральная машина. Кнопчик нажал, выстроил программку и пошел себе. Ой, я считаю, такое изобретение нужное, такое полезное. Я вот без стиральной машины никуда. Я, кстати, тоже, друзья. Давай дальше продолжим, что же случилось 28 марта в какие-то другие года. 308 лет назад немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюриста Августа Саксонского записи о своих заключительных опытов по получению саксонского фарфора. А, ну да, точно, про фарфор, друзья, за которым теперь гоняются многие-многие любители различных статуэток. Но на самом деле, по качеству полученный им фарфор не уступал китайскому. Успех эксперимента Бетгера определил открытие. Алхимик обнаружил, что так называемая шноровская земля, добывающая как раз-таки под Резденом и использовавшаяся тогда для пудрения париков, ну, вы знаете, что носили, в общем-то, парики, да, друзья, вот тогда-таки как раз-таки в этом месторождении нашли эту замечательную штуку, которую использовали в фарфоре. И потом выяснилось, что по своим свойствам это глина. И эта вот пудра, которая использовалась, она как раз-таки даже была лучше, чем китайская. Ну, саксонский фарфор быстро приобрел популярность в Европе, затем и в России. И сегодня изделие из него – предмет вожделения собирателей со всего света. Да, друзья, теперь, в общем-то, все радуются тому, что когда-то было найдено, и многие гоняются за различными предметами, которые делали из этого фарфора. Я думаю, что и на тот момент, в принципе, это была тоже роскошь, потому что было доступно далеко, не каждому. А интересны факты, что вот именно 28 марта родились замечательные люди. Например, Иннокентий Смоктуновский, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, был рожден 28 марта 1925-го. А еще Максим Горький – русский, советский писатель, драматург, общественный деятель. Но если убегать вглубь веков, то в 1743 году, 28 марта, а по старому стилю 17-го, родилась княгиня Екатерина Романова-Дашкова. Русский литературный деятель, писательница, была дочерью графа Романа. Также Александр Мита – советский российский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. Да, 65 лет назад родился Куладжи Алексей Карамович, архитектор, художник, поэт, член Союза архитекторов СССР. Родился в Тонице Тегерек, Чернышеческого протеста района Алтайского края. Вот в 1985 году, с 1985 по 1987 год, был главным художником города Чебоксары. Также, друзья, 70 лет назад родился Шабунин Леонид Васильевич, математик, доктор физико-математических наук. Родился в городе Чебоксары, окончил механико-математический факультет, работает с 1976 года в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Вот такие вот интересные события и рождения произошли у нас в различные года, именно 28 марта. Но сегодня случилось еще одно необычное событие. Но перед тем, как мы расскажем об этом событии, хотелось бы сказать, что сегодня мы будем говорить о театрах и об искусстве. Да, потому что вчера был Международный день театра, а сегодня, собственно, день рождения Большого театра России, который известен по всему миру своими постановками, да и, мне кажется, каждому человеку нашей замечательной необъятной Родины. Вот об этих и других событиях, связанных с театром, мы как раз-таки будем говорить. Но об этом чуть попозже, пока что музыкальная пауза. Большой Россия Есть уголок красивый, где синий озер и тень дубра плесных. В Чувашии зовется край любимый, и родиной моей людей родных. Чувашии зовется край любимый, и родиной моей людей родных. Край родной расцветает, пусть хранит тебя под небом Божий крест и святой колокольный звон церквей. Нет земли не милей, и дороже нет на свете, ты частица России, матери моей. Здесь, на родной земле, ста тысяч песен, открыта людям радость и душа. Край родной расцветает, пусть хранит тебя под небом Божий крест и святой колокольный звон церквей. Нет земли не милей, и дороже нет на свете, ты частица России, матери моей. Из семи веков седой волнуй струится, творя добро, вливаясь в синеву. Край родной расцветает, пусть хранит тебя под небом Божий крест и святой колокольный звон. Край родной расцветает, пусть хранит тебя под небом Божий крест и святой колокольный звон церквей. Нет земли не милей, и дороже нет на свете, ты частица России, матери моей. Друзья, Всемирный день театра. Вы вчера праздновали, поздравляли актеров, друзей, режиссеров. Не знаю, для меня этот праздник очень близок, потому что я любитель театра, а ты? Ты любитель театра или ты непосредственно к театру имеешь какое-то отношение? Ну, может быть, мне кажется, все мы немножко к театру имеем отношение, потому что все из детства ходили, приучали нас родители, вот как-то у нас так было. Поэтому для меня, вот у меня любимый театр тоже есть. Я во все театры хожу в Чувашии, в Чубаксарах. Здорово, вся жизнь игра, весь мир театра, а люди в нем актеры. Да, сейчас, мне кажется, посмеялись зрители на мои ошибки, но так сказал Шекспир когда-то. Да, театры это здорово, театры это хорошо. Об них как раз таки будем и говорить прямо сейчас, какие есть необычные театры у нас в стране и далеко между ее пределами. Да, в последние годы появилось немало весьма необычных театров, причем это касается не только творчества, но даже форм изданий. Вот, например, необычный театр России, театр теней. Он в Москве находится, его истоки где-то в Азии. Известно, что в Китае вот женщинам запрещалось смотреть живые представления, из-за чего они посещали театр теней. Ну, здорово, смотри, зато это перекочевало в какое-то такое неуловимое тонкое искусство, которое я с удовольствием бы посмотрел. Но вот, возвращаясь к необычным театрам, нужно отметить, что, например, театр зверей имени Дурла. Такой существует в нашей стране. Один из самых необычных театров Москвы, который известен далеко за ее пределами, за пределами России в целом. Его открыл Лев Дуров еще в 1912 году. Будучи автором собственной методики дрессировки, он сумел создать театр зверей, где не было места такому жесткому обращению с животными. И это здорово. В 2012 театр отметил 100-летний юбилей. И вот в Евпатории, например, есть театр на ходулях, где люди, не имеющие специального театрального образования, работают на ходулях и создают вот эти потрясающие постановки. Я бы с удовольствием сходил. А я вот видела пару номеров каких-то таких постановок, где ребята ходили, танцевали на ходулях, отплясывали кан-кан даже, танцевали калинку. То есть это просто шедевр. Мне кажется, я на ходуле даже не встану, а тут люди танцуют, пляшут. А ты видела, как люди на ходулях делают сальто? Да. Это же безумие какой-то. Ну, мне кажется, упорные годы тренировок дадут о себе знать, и зрелище действительно потрясающее. Нужно смотреть, нужно ходить. Также музей-театр «Сказкин дом» в Санкт-Петербурге сумел совместить в себе театральные сказочные постановки с музейными программами, занятиями. Вот для детей, мне кажется, в самый раз. В Южной Корее, в городе Пусан, недавно был построен театр оперы и балета. Его название «Бюсан опера хаус». Он построен так, что само здание есть часть именно оперно-балетного искусства, так как оно мультимедийное. Что это означает? Что даже на фасаде есть специальный экран, на котором транслируются как записанные, так и идущие, например, в онлайн-режиме, как у нас сегодня. Здесь сейчас прямые эфиры, идущих в театре как раз-таки постановок. А вот в городе Батуми есть удивительный театр, который построен только из-за бетона и песка. Ой, из стекла. Ну, стекло – это тоже жженый песок, ну, вот так вот, в общем-то. Чем только не хотят удивить зрителей, гостей театра. Друзья, о том, что интересного еще есть в мире в области театра, мы посмотрим после, вернее, расскажем после того, как посмотрим интересный, замечательный видеосюжет. Как одевались в прошлые века наши предки, можно было увидеть на фестивале-конкурсе чувашского национального костюма. Участники из разных регионов страны свои экспонаты собирали буквально по крупицам. Старинная и современная мужская, женская и детская одежда с уникальной вышивкой неповторима. Костюм хранит в себе немало загадок. Чуваши говорят, что на платье женщины написана ее судьба. Но в наши дни прочитать и узнать значение иероглифов, вышитых, к примеру, на рубашке, могут только специалисты, которые занимаются изучением чувашской вышивки. Организаторы надеются, что благодаря фестивалю древняя чувашская культура станет понятнее и доступнее, привлечет внимание молодежи. Новый день Приветствия на трех языках обязательно. Так живут в селе Урмаево разные национальности. О народных традициях, культуре и обычаях малыши знают с детства. Так воспитывают их взрослые. В местной школе давно уже стало нормой проводить тематические живые уроки. Благо, за фактурой далеко ходить не приходится. Многонациональная жизнь урмарцев на виду. Сейчас идет реконструкция одной из мечетей. Инициативы жителей плюс поддержка правительства сделали муниципалитет одним из красивейших мест в республике. Немалый вклад вносит и Ассамблея народов Чувашии. Молодая общественная организация, которая решает вопросы межэтнических отношений и укрепления духовных связей. Друзья, мы продолжаем говорить о театрах, потому что вчера отгребен всемирный день театра. И продолжаем рассказывать о необычных театрах мира. Давай напомним, что сегодня день рождения Большого театра России. Поэтому, собственно говоря, тема актуальна и безумно интересна. Потому что, например, есть еще интересные по всему миру театры. Вот в Австрии ежегодно на фестивале оперы принимают трупы оперных театров всего мира. Главное украшение этого фестиваля – большая плавающая сцена. Ты представляешь себе? Нет, я не представляю. Но я знаю, что, например, отвлекаясь от театра, есть такие звукозаписи, где, понимаешь, подушка такая сделана специально, пол по полтора метра, а там пустота для того, чтобы гасить звуковую волну. Интересно. А плавающий театр – это что? Грандиозные декорации, плавающая сцена, то есть все действия происходят на воде, то есть оттуда кто-то ныряет, кто-то оттуда выплывает. Интересно, необычно. Также в Ганчжоу построен театр так, что он напоминает огромную акулу, которая словно раскрыла свою светящуюся пасть. Интересно, там тоже будут плавать, но это, видимо, какой-то водный театр все-таки. Я думаю, что представления идут на воде и как раз таки… О, с дельфинами я поплавал, ты плавал? Нет, но очень хотелось. Ну, знаешь, вот в Варшаве, видимо, тоже очень хотелось людям быть вместе с зверушками или поближе к ним. Идет строительство театра в здании, где в свое время находился ветеринарный институт, друзья. Да, да, вообще по своим размерам обещает быть небольшим здание, но зато очень вместительным. Порядка двух тысяч мест, где-то 1800 обещают, что будет посадочных мест именно в этом театре. Ну, не знаю, мы, может быть, не посмотрим, но варшавцы посмотрят, увидят. Ну и самый необычный театр в мире возглавляет этот рейтинг наиболее необычных театров мира. Это театр кошек, конечно же, под руководством Юрия Куклачева. Да, это здорово, я еще со своего детства помню. А помнишь в Высшей Радуге, там Куклачев сам играл? Я помню, что я брала кошку в детстве и также пыталась ее поставить. Да, но руки у меня ничего не получалось, у меня всегда была мечта тоже надрессировать кошку. Надо было написать письмо Куклачеву, вдруг он тебе бы прислал ответы, как это делать. Друзья, об этом и многом интересном будем говорить впереди. Просыпаемся вместе с нами с будильниками, но прямо сейчас послушаем рекламу. 6 апреля очаровательная Диана подарит зрителям свой сольный концерт «Все лучшее для вас», который состоится в 18.30 в ДК «Тракторостроителей». Только лучшие хиты и премьеры новых песен. Не пропустите телефон кассы 51-25-20. В Театре оперы и балета 21-й международный балетный фестиваль. 4 апреля премьера балета «Жизель». 6-е «Поедерка», 7-е «Спящая красавица», 8-е «Золушка», 9-е «Гала-концерт». В главных партиях солисты Большого Мариинского театра, Московского театра «Кремлевский балет» и ведущих театров России «Ноль плюс». С 24 марта по 9 апреля у гипермаркета «Лента» «Сверхшепито», «Золотая арена», «Медведи» под куполом цирка на «Шен-Тропе», «Обезьяны», «Шоу на квадроцикле» и многое другое. Первая оптическая компания объявляет честную скидку 20% на контактные линзы «Аэроптикс Аква». Скидка действует до 30 апреля 2017 года во всех салонах первой оптической компании. Подробности по телефону 573913 и на сайте 1optic.ru Мардан, Вунчищина Женчуэнь, «Золотой дракон», «Цирк Фурнидия», «Мегамол», «Судуэль» и «Щурчумния», «Эволюция хищников», «Щеня» программа «Боихровладь». В Мурманске очень много выходцев Чувашии. Конечно, хочется, наверное, иногда услышать родную речь. Поэтому вот девочка наша собирается скромно, чисто для себя. Чувашские песни исполнять, они душевные. Да, мы, конечно, на Чувашском здесь мало разговариваем, мало общаемся. Но вот именно собираясь в этом нашем клубе, будем говорить, мы разговариваем на чувашском языке, на родном языке. Мы должны быть в курсе событий, что происходит у нас в республике. Как бы далеко мы ни находились, но мы все равно всегда чувствуем, знаем, что мы выходцы Чувашии, и нам небезразлично, что творится на территории Чувашии. Они активные, талантливые, смелые. Они отличные студенты. Самые яркие представители учебных заведений столицы Чувашии сражаются за звание лучшего. Смотрите программу «Отличные студенты» в эфире национального телевидения Чувашии каждый вторник в 20.30. Участники проекта – Чебоксарский медицинский колледж, Чувашский государственный университет имени Ульянова, Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, партнеры проекта «Первая оптическая компания», фирма художественных промыслов «Пахадзере». Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Главная новость дня. Национальное телевидение Чувашии начинает круглосуточное спутниковое обещание на европейскую часть России. 56 программ собственного производства, прямые трансляции, более 100 сотрудников. Все это – национальное телевидение Чувашии. До встречи в нашем эфире! Смотрит вся Чувашия и Россия. КОНЕЦ КОНЕЦ Я музыка, мир волшебных грез. Распою тебя в свете лунных слез. Я музыка, твоя мечта. Я музыка, с тобой всегда, всегда, всегда. Я музыка. Я музыка, музыка. Я музыка. Ты танцуешь со мной, ты поешь со мной Я музыка, я радость твоя Я слезы твои, я чувства твои Я музыка, я любовь твоя Ты ревнуешь меня, но я только твоя Я музыка, ты родился со мной Ты живешь со мной, далеко не сконечу Ты ревнуешь меня, ты родился со мной Я музыка, твоя вечна Я музыка, с тобой всегда, всегда, всегда Ты слышишь меня, ты танцуешь со мной Ты поешь со мной Я музыка, я радость твоя Я слезы твои, я чувства твои Я музыка, я любовь твоя Ты ревнуешь меня, но я только твоя Я музыка, ты родился со мной Ты живешь со мной Ты живешь со мной, далеко не сконечу Ты видишь со мной Музыка Музыка Утренний гость Друзья, Ирина Музыкантова пела про музыку Мы тоже говорим об искусстве, о театрах, о музыке, о прекрасном О прекрасном Как ты это замечательно сказала Но я, друзья, хочу вас обрадовать, что у нас прямо сейчас Речь разделится не только между нами двумя Но еще у нас потрясающий гость в нашей студии Появляется Алена Аршинова, депутат Государственной Думы Российской Федерации Доброе утро Доброе утро, Алена Доброе утро Спасибо, что пригласили Спасибо, что пришли Сразу вопрос вот так вот, как говорится, из плыда А как началось ваше утро сегодня? На мое утро, естественно, с ежедневного такого рациона И с вас, конечно Самое главное, что в первую очередь я оказалась в этой студии Поэтому мне приятно, что НЭЦ ТВ развивается И что нас слушают сейчас по Талан, радио И это правда здорово Я желаю вам процветания Спасибо вам большое Я вам могу сказать, что нас слушают далеко за пределами республики Потому что когда мы сидим на волне, стоит 3FM на родном радио То нам пишут и далеко, еще за пределами Потому что есть возможность Ну это здорово Есть возможность, да Вот такой вот у нас коммуникейшн, как сегодня принято говорить Ну и перед нашим диалогом хочу устроить небольшой блиц И узнать, Алена немножечко с другой стороны Не против? А давайте узнаем Максим, ты мне поможешь в этом? Давай Ну а в таком случае начнем Сова или жаворнок? Скорее жаворнок Чай или кофе? Скорее чай Юбка или брюки? Скорее юбка Лето или зима? Лето, однозначно Ты знаешь, сейчас у меня так собрали Дай пять, хотелось бы сказать Потому что лето все Да, далеко тянуло Ничего, мы поняли друг друга Задай вопрос другой Самолет или поезд? Самолет Самолет, потому что это почему? Это быстрее Просто можно сделать все, что ты запланировал, побыстрее Да, действительно Я бы тоже за самолет И страна у нас большая Поэтому поездом можно долго очень ехать Самолетом быстро лететь Ютуб или Инстаграм? Инстаграм Вот теперь вопросик такой Что нужно сделать, да? Вот на необитаемый остров я возьму с собой Хороший вопрос Да, это сейчас такая игра детская Но семью, семью Как без семьи, конечно Ой, и это отпуск превратится Слушай, потрясающе Ну, правильно, лето впереди, самолет и необитаемый Ну, это жизнь, а без семьи нет жизни Ваше идеальное утро? Идеальное утро? Семейное, семейный завтрак О, тогда если про завтрак картошка фри или сельдерей? Сельдерей Ну, если на завтрак На завтрак Потому что картошка фри на завтрак, это ужасно Ужасно, да? Правда, невозможно есть А в обед нормально? В обед супер Да, отлично С соусом хорошо Шоппинг или кино? Кино А я не могу без? Без чего я не могу? Ну, вот без родных, наверное, опять же, да? И в кино я с ними хожу И на остров бы с ними поехала, да? Я никогда не надену? Ну, некомфортное что-то Для меня некомфортно может быть и в прямом смысле Когда что-то узкое, неудобное И очень открытое что-то Потому что мне это тоже некомфортно Потому что это лишний взгляд Ну, исходит из этого другой вопрос Чтобы быть красивой, нужна? Нужно быть здоровым Да, здоровье, красота Молодость Любимый хэштег? Как правило Это Госдума Это как правило, а как вот еще? Любимый Если от работы отойти, например Просто дома Редко хожу по хэштегам, но это если что-то в топе Вот топовые хэштеги я всегда смотрю Понятно Дает лед, например Ну да, например, какой-нибудь Ice Bucket Challenge Или вот что-нибудь такое То есть я обязательно смотрю, проверяю И интересно Будь они политические, какие-нибудь оппозиционные Какие угодно, в принципе Я все равно их посмотрю Все горячие новости все должны быть Конечно Я должна быть в курсе Все правильно Ну и тогда еще одни вот Меня интересующие, наверное, так сильно вопрос Каблуки или балетки? Меня тоже интересуют Каблуки, конечно Да, потому что вот обладательница высокого роста Вот я тоже высокого роста, как и Алена Тоже придерживаюсь каблуков Ну это просто вынуждено Если я не на работе, а я всегда на работе То я не на каблуках То есть у меня есть любимая обувь без каблуков Так все-таки мы делаем вывод, что балетки Если говорить вот чаще что, то это каблуки А если что мне вот хотелось бы То, ну не балетки точно Ну, наверное, какие-то кеды, кроссовки Это на самом деле сочинялась сейчас про балетки у нас вот Аня Поэтому я не знаю, к чему так дается Я могу видеть только каблуки, понять Ну да, на мне сейчас каблуки, так что все понятно Да, как на них ходить, я вообще не представляю Как женщина может ходить на каблуках Ну и не нужно Ну и не нужно, да, на самом деле Ну это красиво, это здорово Ну что ж, друзья, я предлагаю посмотреть замечательный сюжет В гостях у нас сегодня Алена Аршина Депутат Государственной Думы И сегодня мы говорим о том, какая Алена вне работы Я думаю, что мы зададим вам какой-нибудь еще интересный вопрос С удовольствием Все солисты ансамбля «Акатуй» уроженцы республики И хотя многие из них переехали в Мурманскую область более 10 лет назад Связь с малой родиной никто не теряет Для земляков, проживающих за полярным кругом, они проводят национальные праздники и фестивали Гастролируют с концертами по всей области Не раз выступали для экипажей военных кораблей Говорят, что чувашские песни никого не оставляют равнодушными Уроженцев республики в Мурманской области объединяет культурная автономия «Чувашский край» Она была образована более 20 лет назад Для того, чтобы встречаться с земляками в столице региона, открыли гостевой дом Друзья, это будет «Ликишоу» по-прежнему с вами и с нами Сегодня замечательный гость Алена Аршинова Радует позитиво, своим хорошим настроением, улыбка очень яркая Насколько это возможно с утра? Насколько это возможно с утра? Это действительно правильно А сколько началось ваше утро сегодня? В районе 6 В районе 6 Да, то есть не так рано, наверное А во сколько обычно начинается? Наверное, в зависимости от дня Потому что есть разные дни Где-то в районе, ну, полседьмого, наверное, где-то 7 То есть если есть какой-то суперлегкий день, то это, наверное, без 10 в осень Что-нибудь такое Все-таки мы не можем работу не говорить И у меня сразу возник вопрос, да, о формулу успешного человека А как сморщился там Формулу успешного человека Все-таки Ну, успешно, это успевать Да Поэтому нужно успевать Все, что ты хочешь Главное, не ленись Делай И мне кажется, не нужно переключаться постоянно Потому что, когда что-то не получается Есть люди, которые бросают Мне всегда так жалко Хочется, чтобы этого человека кто-то поддержал рядом Чтобы он не бросал, чтобы мы сказали Ты талантливый, продолжай Мне кажется, иногда поддержки такой не хватает И нужно быть упорным Нужно быть уверенным, что это твое дело Вот если оно тебе нравится Не обращай внимания на критику Занимайся Ты просто совершенствуйся в этом Поэтому, мне кажется, это самое главное Алена Аршинова пишет задание себе на день Либо на месяц, либо все в голове держит Конечно, график То есть все расписано? Не все Потому что мечты разве кто-то расписывает Мне кажется, нет Потому что они в голове, они в сердце И ты ими дышишь, живешь И каждый день делаешь все возможное Чтобы приблизить их в реальности Да, притянуть А так, конечно, ежедневные заботы Они расписаны И что-то на месяц, что-то на неделю, на две Есть и то, что, допустим, через год себе ставлю какие-то пометки Но сам факт, что планирование очень важно Очень Без него никуда А как находите время на отдых? Планируете ли его? Вот когда планируешь, тогда все находишь Единственное, что давно я не отдыхала не потому, что я не планирую А потому, что руководство не планирует А так, конечно, отпуск, он в принципе запланирован То есть у нас, вы знаете, что нам сократили Сейчас приняли мы все Всецело вот эти изменения Что у нас теперь отпуск это три недели в августе И июль у нас убрали, кусок июля И перенесли его на майский рядом с праздниками Чтобы увеличить вот эту, скажем так Отпускную какую-то часть, ее частью назовем Но непонятно пока, чем мы из этого всего воспользуемся Но на всякий случай планирую несколько здесь, тут, несколько здесь, там Потому что и бабушек хочется увидеть, и с родителями побыть Вот отпуск это что? Это новая страна, новые люди Или это побыть дома наедине с собой, с кошкой, с собакой Либо со своими домочадками? Нет, нет, это те заботы, которые ты, к сожалению, отодвигал Есть у всех приоритеты И если есть, допустим, срочные приоритеты Или суперсрочные, или среднесрочные Ты ими, конечно, в первую очередь занимаешься А так есть вопросы здоровья, твоего здоровья, здоровья твоих близких Это бабушки, их увидеть, потому что они уже в почтительном возрасте И ты никогда не знаешь, что тебе принесет завтрашний день Поэтому нужно с ними видеться Они у меня живут в Кемеровской области очень далеко И к родителям нужно, поэтому много чего нужно А такого нет, чтобы новый день новой страны А пока я не могу себе этого позволить И, в принципе, конечно, летом хотелось бы море Но море я уже два года не видела Это было очень давно Друзья, ну, совсем скоро мы узнаем Находит ли Алена Аршинова час в день или в неделю Для того, чтобы поддерживать свою физическую форму Ну, а прямо сейчас послушаем клип Посмотрим клип и переделаем на музыкальную паузу Пой моя гитара Про судьбу в дорогу расскажи Все начать сначала Эту сказку под названием «Жизнь» Под названием «Жизнь» Пой моя гитара Про костер не гаснущей любви Небо бирюзовое Пое лосельковое И прослежесть утренней зари Утренней зари Ты лети, моя душа На светущей землей Крайки травы швут дыша Крайки травы швут дыша Просыпаются весной Ты лети, моя душа К половиночке моей И к тому, кто не спеша И к тому, кто не спеша Ждет любовь в дорогих дней Пой моя гитара Про судьбу всю правду расскажи Все начать сначала Эту сказку под названием «Жизнь» Под названием «Жизнь» Ты лети, моя душа На светущей землей Крайки травы швут дыша Крайки травы швут дыша Просыпаются весной Ты лети, моя душа К половиночке моей И к тому, кто не спеша И к тому, кто не спеша Ждет любовь в дорогих дней Ой, да ветерей, ветерей А ну что ж, уважаемые дамы И господа, господи, все вместе Друзья, попробуем сидеть Вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Ты сейчас самец Друзья поел Ты лети, моя душа На светущей землей Крайки травы швут дыша Крайки травы швут дыша Просыпаются весной Ты лети, моя душа К половиночке моей И к тому, кто не спеша И к тому, кто не спеша Ждет любовь в дорогих дней АПЛОДИСМЕНТЫ Рецепт дня Рецепт дня Друзья, мы продолжаем Интересный, увлекательный разговор Вообще, за эфиром Проходила тут нас дискуссия, дебаты Очень много всего интересного Друг другу рассказали Но остановились в прошлом выходе На том, что же Алена Аршинова В общем-то делает Когда говорит о том, что Или говорит, или прям делает Когда заходит речь О физической нагрузке Прямо сейчас будем, собственно, Пытать Алену Аршинову о том Что же делает для того, чтобы Оставаться в такой прекрасной Замечательной форме Ваш рецепт Спасибо большое Ну, я думаю, что это физическая нагрузка 3-4 раза в неделю Минимум час И, кроме того, важно Поддерживать Правильное питание Ну, для многих это уже Как притча в языцах Уже фонит, когда так говорят Правильное питание Но на самом деле это важно Потому что Ну, если нас смотрят те, кому это важно И слушают те, кому это правда нужно То в таком случае Нужно просто расставлять приоритеты Обязательно для нашего тела Нужно определенное количество Питательных веществ И это в том числе Нужна большая группа белков Нужны и углеводы, и жиры Потому что я знаю, многие отказываются от углеводов, жиров Это неправильно Нужно просто рассчитать свою норму белка В интернете очень много есть правильных формул И вот есть этот белок нужно обязательно Ну, белок это яйца куриные Это грудка куриная Это рыба То есть вот достаточно доступные это продукты И, что самое важное При этом сбалансировано все должно быть То есть не нужно бояться съесть лишний углевод Даже ту же пироженку Можно вполне выйти на пробежку и сбросить Она в энергию превратится и уйдет А вот самое страшное Это не добрать полезных веществ Это самое страшное А если говорить о физической нагрузке Вот есть ли плотный график Есть ли постоянные до встречи Работа как разграничить Вот где-то бассейн Или там пробежка К сожалению, бассейн не совсем для меня удобно Но пока я хочу его включить в график Но пока не приноровилась Потому что очень часто бывает, что я еду на спорт И после этого мне еще, например, с журналистами встретиться Записать комментарии и так далее Поэтому, конечно, в этом плане нужно Как-то быть еще в приемлемом виде Поэтому, в принципе, это вот кроссфит Которым я занимаюсь И для меня это удобно, комфортно Ну, кроссфит, это для тех, кто, допустим, не знает Это просто общая нагрузка Физическая нагрузка абсолютно разная То есть это фактически Там и приседания, и гантели И на разную группу мышц Ну, надо сказать, что кроссфит Это естественная больше нагрузка Когда работает человек со своим как раз-таки весом Со своим весом, да А человек работает Не нужно ничего То есть это и недорого, это удобно И быстро Особенно, ну, быстро Это сколько есть времени Ну, в принципе, 45 минут достаточно 45 минут Сколько я, в принципе, и трачу И поэтому вполне себя чувствую хорошо Сейчас особенно сезон уже Надеюсь, в ближайшее время начнется Уже такой весенне-летний И это все можно на ближайшем стадионе Во дворе, да, делать Поэтому вполне Если кто-то хочет, может, утяжелители на ноги подвесить И вполне тоже, если кто-то Вот такой более подготовленный физически Это для любого человека Под руководством тренера Или уже настолько выработал своя программа Нет, нет, нет Я, как и многие лентяи Поэтому я занимаюсь в группе Поэтому, когда занимаешься в группе Ты видишь, что не надо отставать Лентяничать И это правило для всех Поэтому вполне То есть это недорого Это доступно для всех И вот на такой вот спорт я хожу Ну, я, друзья, расскажу вам маленький секрет Мы как раз-таки за эфиром говорили Что лучше бег или ходьба быстрая Потому что если совсем бюджетно То можно просто час походить по городу И совершенно огромный успех А лучше в парке Лучше, конечно, в парке Чтобы не дышать выхлопными газами Вы с успехом, в общем-то, замените себе всю тренировку И так же вот Ну, это Максим на своем примере Потому что он ходит до работы пешком Молодец, Максим Ну, я хожу до работы пешком В принципе, у меня туда-обратно не очень много времени А так, в принципе, я люблю вообще прогуляться И особенно по весеннему городу И когда вот тепло Нет, просто и ходила То есть я и ходьбой занималась Ну, не профессиональной, конечно, нет Просто и ходьбой И бегала И в основном у меня вот Последнее время у меня были вечерние пробежки До университета у меня были утренние пробежки То есть вот в школе я просыпалась в районе пяти утра В старших классах где-то с девятых, девятых, десятых Чтобы успеть побежать Но это было не все, не весь период Потому что зима, она тоже как-то не очень Я просто всегда говорю, что вот пробежки, во-первых, это не совсем мое, честно говоря Я тоже пытаюсь Это должно быть гармоничным Каждое лето, некоторое лето мне удается побегать Когда-то мне не удается, когда-то лениво поднять себя в пять утра Многие специалисты говорят, что в пять утра лучше поспать Вечером когда организм... На голове желудок нельзя Все работают, все системы лучше уже, да, действительно А вот ходьба, ходьба, друзья, это вот я за нее А есть еще такая ходьба, чебоксарская ходьба по-скандинавски Очень популярная вот с такими палочками Да, мне кажется, Максим, для тебя будет в самый раз С палочками Нет, ну не надо смеяться, не надо смеяться Потому что это как эллип, здесь задействованы все группы мышц, поэтому... Там на 40% эффективность от ходьбы увеличивается за счет того, что вы работаете, друзья, руками Да, да, правда, это очень хорошее И сейчас очень много встретишь на улицах нашего города, вот именно таких и молодых мужчин Я вот там ехала, я очень много бегающих встретила, поэтому прям желаем здоровья И приятно, и на самом деле, что у нас в городе есть спортивные площадки во многих дворах Очень это удобно, очень хорошо Есть стадионы, есть где можно выйти побегать, я вот живу между двумя стадионами Мне вообще очень удобно Какая красота! Вообще красота! Не всем так повезло, честно говоря Ну да, но тем не менее, вот на школьные стадионы можно сходить, там тоже не закрывает утро, можно бегать Мы поняли, что мы все, оказывается, так или иначе за спорт, за ходьбу Я за ходьбу, друзья, честно говоря Как мы говорили, здоровье – это красота Здоровье – это красота Хочется мне спросить, вот Алена Аршинова когда-то была маленькой девочкой, о чем она мечтала? О чем она мечтала? Мечтала она о чем? Много, да, но совсем маленькой девочкой, не могу вспомнить конкретно что Но вот в основном вот такая идея была, которая со мной трансформируется всю мою жизнь, чтобы все были счастливы Ну то есть, чтобы родители не грустили, чтобы всегда была еда Вот такие вот детские Пусть всегда будет солнце И всегда будет шоколад, да А, шоколад Еще думаю, почему, зачем это все есть, когда есть шоколад? Действительно, да Когда я вырос, обязательно буду только шоколад есть А кем хотели стать? В детстве, если тоже не могу вспомнить, это надо просто подумать Но потом я помню, что трансформировались мои идеи И сначала психологом То есть, мне хотелось вот копаться, помогать преодолевать людям какие-то проблемы А потом я решила, что я буду социологом Ну, собственно, вот так и получилось А, быть может, какие-то таланты вот с детства еще остались? А, ну конечно, конечно Я же, да, мне нравилось петь Я занималась в музыкальной школе По классу? По классу фортепиано Закончила Да, и получилось, что я потом пошла на класс вокал И мне это тоже очень нравилось То есть, я пела Поэтому, в принципе, мне не нравится Так, вот чтобы не быть голословными Сейчас Алена Аршунова призналась нам в том, что она пела когда-то Но было дело, конечно Так, запивайте, Алена, сейчас мы вас подхватим Мы тоже иногда эти вещами грешим Ну, вы даете Да, да, давайте Любимую песню мы подхватим Любимую песню? Вы меня застали врасплох Какую вам песню спеть? Давайте, разомнем аппарат, разговариваем Да, но мы уже с вами неплохо разговаривались Ну, давайте что-нибудь споем Ну, какую песню вам спеть? Мне с утра прям ничего в голову не приходит Я думаю, что у нас будет еще время подумать А песню, да, немножко даже припетировать за эфиром Чтобы не петь колыбельные и не засыпить наших слушателей Да, и о каких талантах еще Какими талантами обладает Алена Аршинова Мы узнаем чуть позже Поговорим тоже об искусстве, о театрах Так что оставайтесь с нами А пока музыкальная пауза Это будильники Я по городу иду Солнце улыбается И под рученьку веду Первую красавицу Эх, чувашечка моя Эх, чувашечка моя Очарован я тобой Эх, чувашечка моя Эх, чувашечка моя Что ж ты делаешь со мной Темная красавица Становлюсь я как мельной Если улыбаешься Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очарован я тобой Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очарован я тобой Эх, чувашечка моя Ручки выше! Зажигаем! Я по городу иду Солнце улыбается И под рученьку веду Первую красавицу Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очарован я тобой Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очарован я тобой Эх, чувашечка моя Утренний гость Утренний гость Ну что, друзья, я с нетерпением просто жду сейчас нам явится какой-то новый талант, а может быть не новый, может быть это как раз таки... Он не новый, для многих он не новый, конечно Алина Аршинова у нас в гостях И мы остановились на том, что, оказывается, учились петь и научились, видимо Сейчас мы это узнаем Ну, это мы просто с детства принесли, мама наградила А так, конечно, я же вот не напомнила, у меня же был случай, когда у нас была такая небольшая авантюра, когда у нас был День Республики, я же пела песню «Алран Кайми» Ну, не помню, да Вот, так что было дело такое, поэтому это, в принципе, не новость, да? Ну, а сейчас давайте, может быть, тогда вместе с вами один буквально куплет-припев, может быть, вы знаете эту песню, я бы просто посмотрела, пока у нас был прерыв «Земфира и скала» Да, давайте Забивайте, сейчас попробую Давайте Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными, в журналах кино, среди друзей в день, когда нашла сумма сошла, а ты совсем как во сне, совсем как в альбомах тебя рисовала тебя Я гуашью дальше были звонки Ну, я думаю, что звонки удача сеть домой, когда мы перейдем в радиоэфир Все, а вот так остановишь Друзья, вот так вот, а сначала говорила, что нет, я уже не знаю, что петь Потрясающе, на самом деле, есть и голос, есть и чувство, так? Вот это утро, вот это действительно доброе утро, проснись и пой Проснись и пой называется Утро, на самом деле, театр, и весь мир театр, и люди в нем актеры Вы согласны со изменениями? Согласна, конечно, в принципе, потому что, во-первых, я люблю искусство Во-вторых, люди актеры, потому что не все же должны показывать свое настроение Если оно особенно неприятное людям, окружающим Поэтому многие себя сдерживают и показывают себя цветущим Ну, а что касается театров, то я очень люблю, но не все, честно вам признаюсь Они не все, может быть, понимают, потому что ценители и хвалят что-то, а мне, может, не понравится Так бывает Но, например, мне в Чувашии понравилась очень «Спящая красавица» у Вячеслава Фошина В театре оперы и балета Вот с Ольгой Нестеровой они замечательную постановку сделали И мне очень, правда, понравилось Я была и в Большом театре несколько раз И, правда, вот сравнивая, вот, ну, сопоставимые вещи абсолютно Это может быть только специалисты, эксперты Могут сказать, а она не так эта пасть сделала или что-то Но для меня это уровень Мне вот даже «Спящая красавица» больше понравилась, чем «Щилакунчик», например, в Большом театре Если говорить о том, где, например, я сравнительно недавно была Не так часто нахожу время на театре, потому что приоритеты по-другому расставляю Но была в театре «Сатиры» на постановке «Чемоданчик» Была на, так, «Вишневый сад» И, по-моему, это был «Малый театр» Потому что в разных театрах бываю и, в принципе, что-то смотрю На творческих вечерах иногда бываю конкретных звезд, театральных Поэтому, в принципе, иногда я иду для того, чтобы просто понимать измерения Для того, чтобы понять «Да, нет» Но больше мне, конечно, нравится кино Кино? Да, да Все-таки киноман Все-таки киноман Шопинг или кино – кино, театр или кино – все-таки кино Да, ну, не знаю, плохо это или хорошо, но вот как-то больше так нравится Ну, кино – это тот же театр, тот же театр Да, да, потому что книга – это что-то другое То есть ты себе представляешь, а потом интересно идти в кино и сопоставить прочитанное И ты думаешь, а я не так, не так представлял То есть у меня тут поинтереснее Поинтереснее Да Друзья, вот такой вот интересный диалог у нас получился Или разговор на троих здесь, в этом потрясающем утре будильниках шоу Мы не завершаем наш разговор Мы переходим в радиоформат На волну стоит 3FM Тванрадио, ну а с телезрителями Прощаемся и говорим до новых встреч В студии была Алена Аршинова, депутат Государственной Думы Ну и мы, будильники Анголицына Максим Попов, всем удачи И хорошего дня Будильники Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...